Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Мысли об истории. Сегодня у нас с вами новогодний стрим. Всем, кто пришел, здравствуйте. Это канал Мысли об истории для вас сегодня в эфире. Как всегда будет работать Олег, всем здравствуйте. Вот наша студия немножко так украшенная, ёлочка. Сегодня у нас перед Новым годом стрим новогодний. И интересный будет. Тема стрима сегодня проведем супер батл новогодний, битва титаном будет. Пошумим, короче. Конечно же всех с наступающим Новым годом, всех зрителей и подписчиков нашего канала. Желаю счастья, здоровья, любви, чтобы дома была полная чаша и у всех было много-много денежков. Примите мои поздравления от канала Мысли об истории. Модераторы моего канала Лена Кипр, Таня Сахалин, приветствую вас. Ирина Адамова, поэтесса нашего канала. Ира, привет тебе, город Бурн, Владимирская область. Всех с Новым годом. Любовь Беляева, здравствуйте, Хабаровск. Да, с наступающим. Спасибо, Любовь Беляева, вас тоже. Да, друзья, есть событие, сегодня, кто не знал, исполнилось 100 лет со дня рождения Советского Союза. То есть ровно 100 лет назад был подписан декрет и образовалось государство, Союз Советских Социалистических Республик. Давайте вспомним, как это было. Итак, 30 декабря 1922 года. В это время Владимир Ленин уже болел, тяжело лежал в горках. Значит, руководителем, генсеком был избран уже Сталин. И был подписан договор об образовании Советского Союза. Договор подписали 29 декабря. А 30 декабря 1922 года был проведен первый Всесоюзный съезд Советов, который одобрил договор об образовании Советского Союза. Таким образом, де юре и де факто, 30 декабря 1922 года, это день образования Союза Советских Социалистических Республик. Изначально в Советский Союз вошли, значит, сама Россия, РСФСР, Украинская СССР, Белорусская СССР, Закавказские, Закавказские Республики. Также вошли и образовался Союз Советских Социалистических Республик. И потом постепенно уже в существующий Союз вступали другие республики. То есть Туркестан, все вы знаете, Таджикистан, и начали постепенно, Прибалтика потом со временем, самым последним. Итак, у нас образовалось 15 республик, кто не знал, в Советском Союзе было 15 братских республик. То есть это было одно государство в составе 15 республик. Единая территория, сами понимаете, единые границы, единая армия. Поэтому вот сегодня такая дата знаменательная, 100 лет образованию Советского Союза. Пожалуйста, помните это. Потому что все мы родились в Советском Союзе, так или иначе. Такие вещи надо помнить. Так, посмотрим, кто у нас в чате подошел. Да, Лена, денежки это хорошо. Я пожелал всем много-много денежков. Ирина Девяткина подошла. Здравствуйте, дорогие мои, дорогие. Поздравляю с наступающим Новым Годом. Здоровья, мира, добра. Да, Ирина Девяткина, спасибо большое. Вас тоже, конечно же, с наступающим Новым Годом. И вам тоже здоровья. Спасибо большое. Да, наш канал в мире стабилен. Приходите всегда на наш канал. Сергей Попов. Я с вами согласен, да. Вы такое слово употребили. Но, в принципе, оно выражает действительно. Очень жаль, что... И вообще, считаю, величайшей трагедией 20 века был распад Советского Союза. Просто трагедия. Потому что после распада Советского Союза начались все беды для нашего народа, для наших братских народов. И все покатилось под откос. К сожалению. Величайшая трагедия. Виктория Чайка подошла. Виктория, здравствуйте. Приветствую вас на новогоднем стриме. Вас тоже с наступающим Новым Годом. Да, хорошего пожелания у Виктории Чайки. Будем здоровы и счастливы, действительно. Что еще надо человеку? Да, жалко, что, конечно, распался Советский Союз. Наша страна, в которой мы родились и выросли. Очень жаль. Я считаю, вообще это преступление подписания Беловежских соглашений. Когда три субъекта подписали, я считаю, это преступление было. Ну, так или иначе, тогда это считалось правильным. Хотя до этого зачем-то проводили референдум. Все ходили, голосовали. В бюллетене был вопрос. Вы за сохранение Советского Союза? Либо за отделение Российской Федерации? Было везде, большинство 70%, 70% чем-то даже, проголосовали за сохранение Советского Союза в прежнем составе. Ну, почему-то дальше плюнули на результаты референдума. Хотя референдум был законный. Как бы обязаны были прислушаться к мнению народа. Почему-то не прислушались тогдашние правители. Ну, и мы с вами получили то, что получили. Подписали Беловежские пущи. Погуляли, выпили. Потом вышел пьяный лидер и сказал, что берите суверенитеты, сколько утащите на себе. Разбегайтесь, делайте, что хотите. Ну, обращался к республикам. Ну, и республики взяли суверенитеты, то, сколько хотел. Пошел раздрайв экономики и во всем остальном, сами понимаете. Все медным тазом накрылось. Разорвались межгосударственные связи, межреспубликанские. Когда экономика одного региона зависела от экономики, от поставок, допустим, каких-то деталей, комплектующих, не суть завода. Заводы были взаимосвязаны между собой. Как все развалилось, естественно, каждая республика стала самостоятельной. Разорвались внешнеэкономические связи. И внутриэкономические в том числе. На чем это сказалось? На выпуску продукции. Продукция перестала просто выпускаться совсем. То есть, сразу возник дефицит всего. Всего и вся. Понимаете? Все всегда от экономики. Ну, а дальше, сами знаете, рушились людские судьбы, семьи целые рушились. Разъединялись одни в одной республике, другие в другой остались. И пошло, и поехало. Как с цепи сорвались, суверенитет, все, все поотделяли, все, будем жить сами, без Советского Союза будем жить лучше. Ну, а потом практика показала, что не стало лучше. Получилось, потеряли все. Так или иначе. Понимаете? После развала Советского Союза. Пострадали все, все народы. Вот что было самое страшное. Взяли суверенитета, сколько унесут. А жить-то отдельно, как говорится. Не умели, кто-то какая-то прослойка вообще не хотела. Граб награбленный, пошли олигархи, откуда появились. Все после этого. Преступное накопление капитала и пошло, поехало. В раздрай страна пошла. Остатки страны, вернее. Советского Союза. Я сейчас про Советский Союз говорю. 91-й год. Так, Наталья Беспалова, наша марсианка. Наташа, привет, город Самара. Сегодня ты нам будешь нужна. Обязательно не покидай нас. Да, спасибо всем. Мира, добра, здоровья, благополучия. В Новом году. Наташа, тебя тоже поздравляю, конечно же. Спасибо большое за твои пожелания. Да, Виктория Чайка, хотелось бы, чтобы единое государство было. Ну, к сожалению, за долгие годы все было разрушено. Теперь все отдельные государства. Нина подошла в Нижний Новгород. Нина, приветствую. Здравствуй. Да, с наступающим всем миром, счастья, здоровья. Нина, спасибо тебе тоже. Спасибо большое. Тебе, твоей семье, твоим дочерям, конечно же. Там у Екатерины был день рождения 24 декабря. Нина, мы помним, твоей дочери. Татьяна Сахалин. Мы родом из СССР, все хорошее, нам не чуждо. Да, 100-летний юбилей нашей страны, да, Советского Союза. Татьяна Тади, город Пушкин, Ленинградского выставания, приветствую. Всех поздравляю с наступающим. Таня, спасибо тебе тоже. Так, Ольга Бурцева, наша подписчица подошла, чуть не проворонила. Всем привет из Апрелевки. Ольга Бурцева, Апрелевка, привет. Московская область, здравствуйте. А, Нина, у Алисы, все, извиняюсь, не у Екатерины. У Алисы 9 лет, понял. Вот интересно, день рождения было у дочери Алисы, у дочери Нины, и у сына Натальи Беспаловой был день рождения, 24 декабря. Так совпало. Так, друзья, ставим лайки, не забываем. Сейчас начнем уже потихоньку. Так. Сегодня будет интересно. Сегодня у нас пройдет батл новогодний, битва титанов. Вы не представляете, что это будет. Это будет зрелищей. Это будет битва титанов. Впервые на канале Мысли об истории вы это увидите. Надеюсь, всем понравится. Так, друзья, не забываем помогать каналу Мысли об истории. Все вы видите в чате данные. Карта Сбербанка для перечисления пожертвований. И также через сервис Донаталец тоже можете вносить пожертвования, зайти по ссылке. Она работает во всех странах, государствах Донаталец. В том числе, если вы проживаете за пределами России, можете зайти и перечислить ваши пожертвования. Спасибо заранее, конечно же. Не забывайте, что, перечисляя пожертвования, вы тем самым одобряете работу видеоблога для вас в эфире. Всем заранее спасибо. Да, должен сказать Елене Анатольевне спасибо за помощь канала обязательно. И Елене Анатольевне А тоже. Спасибо, Елена Анатольевна. Спасибо от души, добрый человек. Спасибо вам. Ольга 125 подошла. Ольга, здравствуйте. С наступающим Новым Годом. Спасибо, Олег, за интересные стримы, познавательные истории, за замечательное творчество подписчиков, за чуткость и так модераторов. Ольга 125, спасибо вам большое за добрые слова в адрес нашего канала. Спасибо. Так, Людмила Майструб подошла. Людмила, здравствуйте. Приветствую вас на канале Мысли об истории. Располагайтесь. Надеюсь, вам у нас понравится. Наливайте чашечку чая, кофе. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет интересно. Вы как раз попали на супер баттл. Сегодня у нас будет битва титанов. У нас сегодня новогодний стрим, то есть стрим на свободную тему. Сегодня пообщаемся. Ольга 125, спасибо. Людмила Майструб заслушалась вашей прошлой ролики. Спасибо большое, Людмила Майструб, спасибо, что оценили. Большое вам спасибо. Ольга Азарова подошла, вижу. Наша постоянная подписчица. Да, Людмила Майструб пишет. Всех с наступающим Новым годом. Конечно же и вас, Людмила, с 2023. Конечно же, поздравляем. Так, Ольга Азарова. Олег, здравствуйте. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, исполнения, желания. Пусть Новый год будет мирным. Хорошие слова золотые. Чтобы Новый год мирным был. Конечно, Ольга Азарова. Спасибо большое. Да, Ольга Азарова, спасибо. Хорошие пожелания. Спасибо. Так, зрители собираются потихонечку. Так, смотрю. Лайки ставьте, не забывайте. Кто не поставил, можно поставить, выйти из чата, поставить лайк и снова вернуться. Так, зрители собираются. Сегодня нужно очень много зрителей, очень много лайков. Ставьте, пожалуйста. Прожимаем лайкосы. Сегодня полный зал должен быть зрительный. Сегодня пошумим. Потому что это будет битва Супер Титанов. Впервые на канале Мысли об Истории. Елена Валина подошла, наша подписчица. Елена, здравствуйте. Как здорово с наступающим, Олега Всехчатовцев. Спасибо большое, Елена Валина. У нас сегодня в студии елочка. Все как надо. Уже, как говорится, в предвкушении Нового года. Так, НАТО подошла из Греции. НАТО, привет тебе. Наша постоянная подписчица из Греции. Пишет, всех с наступающим Новым годом. Всех земных благ, любви, мирного неба над головой. НАТО, спасибо тебе большое. Спасибо души. Тебе тоже мирного неба. Дай Бог, чтобы у тебя в Греции все хорошо было. Счастья, здоровья. Хоть ты и далеко живешь, все равно ты наша подписчица. Всегда приходишь. Спасибо, Ната, тебе большое. Ольга Бурцева. Олег, вы знаете биографию всех дятловцев, кто для вас ближе всех, кто ваш любимчик, кто запал в душу. И не говорите, что все одинаково любимые. Ольга Бурцева, понимаете, в душу мне запали все ребята. И понятно, что Семен Алексеевич Золотарев, ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому тут трудно разделять. Я не могу никому отдавать. Понимаете, Ольга Бурцева, понятно, что в жизни там есть любимчики, нелюбимчики. Но у меня, наверное, такого нет. Я всех их глубоко уважаю, очень жалею. Мне очень горько и больно, что их убили, что превратились жизни целое поколение. Не родились дети, не появились внуки. То есть целое поколение были прерваны вот таким одним актом убийства, ребят. Поэтому тут не могу сказать. Уж извините, но зато честно. Мог бы наврать, не хочу. Я за честность все-таки Ольге Бурцеву. Хоть это сегодня и не в части качества, сегодня превалирует везде обман, мошенничество. Всех обмануть, объегорить, набить полные карманы. Ну, понимаете, я считаю, честность должна быть какая-то. Ирина Девяткина. Пока не купила телефон с ДНД, я вообще там не понимала, зачем выходить из чата, чтобы поставить лайк. Да, Ирина Девяткина. Многие сразу заходят в YouTube на канал, а лайк не ставят. Поэтому можно из чата выйти, так лайк не поставить. А потом опять зайти, вот и все. Ну вот, любимая моя струк выбрала Игоря Дятлова. Понятно. Тут же каждый сам выбирает, понимаете. Мне они все дороги и, как говорится, близки по духу, поэтому... Ну, я же рассказывал вам, когда я впервые пришел на Ивановское кладбище, где, ну, большинство ребят, да, кроме Юры Криванищенко и Семена Алексеевича Золотарева. И мы стояли на надгробьях. Вот когда я подошел, когда я цветы возлагал, все вы помните, прошла первая конференция в Екатеринбурге в 2021 году, в мае месяце. Я возлагал белые хоризонтемы, я всем купил, и Дятловцам всем, и Юрию Юдину белые хоризонтемы. В магазине забрали последние, больше не было. Все забрал. И вот когда я возлагал эти белые хоризонтемы, подошел я последняя справа могила Игоря Дятлова, я ощутил невероятную энергетику. То есть из-под земли, как будто, знаете, била такая энергетическая струя, меня аж затрясло. То есть я цветочки возложил, наклонился. Я чувствую прямо оттуда энергетика, бешеная причем, бешеная энергетика. Именно из могилы Игоря Дятлова. Как будто какая-то сила хочет выйти, объяснить, показать, рассказать, но не может, потому что бетон сверху. Понимаете? Ну вот такое было. Я уже рассказывал нашим подписчикам, кто не слышал, вот второй раз рассказываю. То есть ощутил бешеную энергетику именно на могиле Игоря Дятлова, руководителя группы. Как будто он что-то кричал, хотел сказать, объяснить, донести, я не знаю. Ну, я вот, меня немножко, знаете, даже это, ну, в общем, торт, торт, я вот стоял и думал, ну, ничего себе. Ну, казалось бы, да, ну, макила, понятно. А бьет энергетика оттуда, снизу, понимаете? Ну, не знаю, я ее ощутил. Что это было, я не знаю. Ну, вряд ли это было какое-то ложное чувство, потому что организм, я прямо ощутил это бешеное воздействие энергетики, понимаете? Я его услышал. Не знаю, что это было. Да, Татьяна Сахалин, я тоже считаю, для меня они одна команда. В любом случае, для меня они одна команда. Их все жалко, понимаете? Вот кого ни возьми, они же все не дожили, не доучились, не долюбили, понимаете? Просто только жить, как говорится, начали. Семен Алексеевич Золотарев, сын у него, Сашенька, родился. Ну, понятно, Тамара забрала, ушла там от него. Не суть. Человек войну прошел, от войны прошел. Чудом остался живой, как говорится. Казалось бы, живи дальше, радуйся жизни. Хотел стать мастером спорта. Ну, хорошее желание. Он все же в походы ходил постоянно, набирал, как говорится, опыт свой. Стал старшим инструктором, смог стать. Вы помните, все регалии Семен Алексеевича Золотарева, я перечислял. Сколько у него званий. Вот там и тренер, и по стрельбе, и еще там по другим дисциплинам. То есть, мог судить соревнования лыжников, по стрельбе там и так далее. И вот он хотел просто стать мастером спорта. Тогда это было очень престижное звание, мастер спорта СССР по туризму. А для чего, понимаете? Это звание давало возможность со временем занять должность директора турбазы. То есть, это уже официальная должность. Они, как правило, все были заслуженные, бывшие спортсмены, заслуженные и мастера спорта СССР. Так просто, ну, тяжело было попасть. А Семен Алексеевич хотел нормальное, нормальное, как устремление человека. Хотел делать карьеру в спорте, почему нет, в туризме. Но не удалось видеть, не получилось. Убили всех. Олег рассказывал про Люду и Юдина с душевной теплотой. Слова были особенные. Вот я и спросил. Ольга Бурцева, я понял вас, но они мне все дороги. Одна команда, честно слово. Я не могу их кого-то выделить. Но, понимаете, Люду Дубинину почему жалко особенно? Девочке было 20 лет. То есть, 21 несполнилась. Самая молодая в группе была, понимаете. Причем была перспективная. Все говорили, что она, возможно, вырастет хорошего руководителя. То есть, у нее были все задатки командира, понимаете. Все знаете прекрасно, что она один поход вводила в группу сама, как руководитель похода. То есть, благополучно сходили и вернулись. Она провела группу по маршруту, все четко, понимаете. Девочка. То есть, задатки все были. И вот особенно, что жалко, что перед смертью мучили, еще издевались над ней. То есть, страшные муки девочка перенесла перед смертью. Вот ее, конечно же, всех жалко. Но она помучилась, к сожалению. Нина, Олег, если бы ребята убегали от мансы, прячут следы на Курубнике, они не планировали лоба, зачем возвращаться к опасности? Нина, я понял, про что ты говоришь. Здесь я не согласен с версией Дмитрия Киреева. Тут у нас немножко расходятся с ним. Поэтому, как бы, никто следы на Курубнике не собирался прятать, естественно. Там особо не спрячешься, по большому счету. Так, Нелли Васькова, приветствую, Винница, Украина. Здравствуйте, Нелли. Всем мира и добра. Нелли, спасибо, с наступающим 2023. Вам тоже мира и добра, конечно же. Наша подписчица из Украины. Так, Ирина Заиграева подошла. Здравствуйте, Олег. С нами Новым Годом. Здоровья, радости всем близким. Хорошего Нового Года. Ирина Заиграева, спасибо вам тоже. Спасибо большое. Вас тоже и ваших близких. С наступающим. Да, вот Ольга125 пишет. Для меня группа Дятлова воспринимается как одно целое. Одна команда, да, Ольга125. Я тоже с вами согласен. Понимаете, тут строго индивидуально. Каждый по-своему считает. Это будет тоже нормально. Кому-то, кто-то, допустим, ближе. Мы считаем, что жалко всех. Вот Людмил Маструк пишет. Жалко всех, действительно. Поэтому тут. Так, мы ждем еще нашу подписчицу. Вальмиры Валиме почему-то нет. Я ее жду обязательно. Сегодня она будет нужна нам. Да, сегодня наши. Мы обычно в субботу проводим посиделки. Но я решил 30-го выйти в эфир. Естественно, всех поздравить. Я не мог не выйти. Конечно же, наши зрители. Все обязательно поговорить, пообщаться перед Новым годом. А завтра, понятно, 31 число. Строгаем салаты, накрываем столы. Кто в гости, кто куда, понятно. Сегодня мы можем посидеть, как говорится, по-человечески, выпить чаю, кофе, пообщаться, поговорить. Но я же запланировал для вас сюрприз сегодня. А сюрприз состоит в том, что будет проведен супер батл. Это будет битва титанов, понимаете. Хотелось мне сегодня. И решил сделать сюрприз. Пилотный, так сказать, выпуск сегодня будет. Но будет интересно. Надеюсь, вам понравится. Но только Бурцева, печаталек, ответил мне на вопрос Люда. Ну, жалко всех Ольга Бурцева, конечно. Но больше всего, конечно, перенесла перед смертью Люда Дубинина. Сергей Попов. Первым умер, мне кажется, Тибо. Сергей Попов, вы правы. По всем, мы, конечно, не экстрасенсы, не ясновидящие. Но по всем данным на сегодня известным, убили первым Николая Тибо. Причем резким ударом снимали, как часового. Били на повал. То есть, никто не собирался оглушать и так далее. Чтобы, как говорится, обездвижить временно. Били сразу насмерть. Скажу больше. У Коли Тибо перелом основания черепа. А это, кто не знал, мгновенная смерть. То есть, грубо говоря, после этого удара, он падал на снег, он упал уже мертвый. То есть, когда он коснулся снега, его тело, он был просто мертвый. Все. Он умер сразу. Мгновенная смерть. Не надо строить иллюзии, что он куда-то ползти, стонать или что-то говорить. Вот все. Он упал на снег. Я уже сколько раз объяснял. Судя по повреждениям. Я же рассказывал про повреждения, извините, оговорился. После работы сегодня, устал уж, извините. Я уже пока рассказывал про повреждения, как получил этот удар предположительно. То есть, удар был очень страшный. Он сразу умер. К сожалению. Так, НАТО чемодан в Греции собирает куда-то, но, видимо, в отпуск собралась. Понятно. Нина, Олег, пересмотрела 98-й стрим, но все равно не поняла, зачем Дятлов взял еще две книжки про запас, если то испортит или не хватит по объему. Нина, если ты слушала внимательно меня на стриме, я там сказал, что стабелями эти книжки лежали в турсекции, брал кто хочет по несколько штук. Брали про запас на всякий случай. Никто не брал одну книжку, по две, три, по четыре выхапали. Об этом студенты рассказывали. То есть, порядок того времени они не были документами строгого учета. То есть, это было в виде блокнота, грубо говоря, тогда для них. То есть, это не был документ строгой отчетности. Вот и все. Поэтому Игорь схватил со стопки, там, две, три, сколько в руку попали и взял с собой. Вот и все. И, кстати, не было порядка, чтобы одна книжка предоставлялась в маршрутную комиссию. Нет, это неправда. Тогда таких требований не было. И вот как раз после похода Дятлова, после убийства группы, вели вот эти все требования, чтобы теперь строго маршрутную книжку одну сдавали в маршрутную комиссию и так далее. До этого нет. То есть, до этого был, грубо говоря, немножко партизанский бардак такой. То есть, обычно привыкли, что в маршрутной книжке уже после похода руководитель приходил и сдавал просто их. Поэтому Игорь их взял спокойно, как говорится, не мудрствуя, лукаво, понимая, что всегда так было, так было и так будет. Но все привыкли, понимаешь, Нина, к этому. Вот и все. Да, как записные книжки, Нина, я же тебе сказал, они, я же на стриме рассказывал об этом. Так, у нас НАТО из Греции в Германию летит, понятно. На Новый год хорошие праздники будут в Германии, видимо. Там же какой-нибудь пивной фестиваль, как обычно в Германии. Проводят. И закусывать немецкими колбасками, пить пиво, да, на НАТО будет. Тоже неплохо. Да, наверное, надо начинать, потому что Эльмира не подошла пока еще, но жду Эльмиру Валееву, нашу подписчицу из Кыргызстана. Извините. Давайте еще пару минут, не подойдет она, начнем без нее, ничего страшного. Остальные все здесь. Наталья Беспалова здесь, самое главное тоже. Будем праздновать Новый год. Да, желаем нам, чтобы НАТО погуляло хорошо. Конечно же, чтобы отпуск состоялся, это здорово. В Новый год полететь в отпуск. Прекрасно. Никто эти книжки действительно, Нина, тогда не учитывал. Я же четко рассказал, привел свидетельства людей, этих туристов, которые в то время в турсекции были. Остались же свидетельства, я их воспоминания приводил. Дословные. А вот после похода, после вот этой трагедии, убийства группы Дятлова, да, вели вот эти все порядки, начали ужесточение. Ну, нет пивных фестивалей, ну нет, раньше были, сейчас не знаю, я как бы в Германии давно не был, поэтому не могу ничего сказать. Сейчас как там что. Я так понял, у НАТО путешествие будет по Европе, то есть она из Германии потом в Чехию поедет. Слава Богу, что у людей есть возможность путешествовать, конечно, это хорошо, поэтому мы желаем хорошего отпуска НАТО из Греции. Так, друзья, давайте я все-таки покажу то, что обещал. Все вы помните наш стрим о Михаиле Васильевиче Фрунзе, который родился в городе Бишкеке, тогда он Бишкек назывался, то есть уроженец, родился, учился там, вырос. И наша подписчица, которая из Бишкека Эльмира Валиева сняла для нас небольшие видео, кусочки такие. Дом-музей, оказывается, сохранился, дом-музей Михаила Васильевича Фрунзе. И вот я давно хотел, в прошлый раз не получилось, у нас потому что прислали видео, программа их не читала, надо перекодировать их было. Я их перекодировал, через кодок перегнал. Теперь мы с вами, наверное, их посмотрим. Дом-музей Михаила Васильевича Фрунзе, давайте посмотрим. Я думаю, будет всем интересно. Сейчас, секундочку. Дом-музей Михаила Васильевича Фрунзе, давайте посмотрим. Да, вот первый ролик музея Михаила Васильевича Фрунзе. Давайте посмотрим его, довольно интересный. Вот мы находимся в доме музея Фрунзе, это дом, в котором он родился. Так, секундочку, так снято, на смартфон снимали, поэтому... Если верить на... Окошечки, правда, должны быть ставни, ставни нету. Здесь вот... Давайте сначала, вот, справа смотрите, охраняется государством. Вот в этом доме родился великий полководец Михаила Васильевича Фрунзе. По преданию, если верить на... Вот окошечки, правда, должны ставни. Вот Эльмира снимает, рассказывает вам. Там не нету. Здесь вот булыжную сохранили. Отмостку, дорожку, крыша и соломы. Амир Ханчик, пошли. А что, не пускают, что ли? Раньше же пускали. Вот, что здесь у меня. Раньше пускали. Вот мы находимся в доме музея. Так, на этом видео обрывается первое. Давайте второе посмотрим. Это снимала для нас Эльмира Валиева. Специально поехал в этот музей. Вот музей внутри. Это кухня, да. Такая кухня. А если бы пожить, например, на комнате? Печка. Да, можно пожить. А почему? Ну, здесь бегал в детстве босоногий Михаил. Миша Фрунзе. Вот здесь вот одежду вешали, смотри. А это вот рукомойник. Сейчас отсюда не пускают. Сейчас быстро поснимаю. Здесь гитара, столик. Гитара? Гостиная. Часы. Такие шторы. Это вот спальня. Сундуки. И печка. Очень. Здесь двухстворчатая дверка. Амирхан, тебе тут понравится? Да. Амирхан спросил, можно тут пожить? Но здесь тепло, скажи. Да. И лезть в окно. Классно. Это кухня. Да. Да. Да, вот во втором видео вы видели, это внук. Один из внуков Эльмиры Валиевой, наша подписчица. Вот такой интересный небольшой мини-рассказ, сколько смогла, сняла для нас видео. Спасибо Эльмире Валиевой большое. Я обещал это показать, надеюсь, она на наш стрим посмотрит. Ничего страшного, может позже подойдет, может записи посмотрит, занят человек. Зрители собираются, вижу, спасибо за лайки. Кто не поставил, поставьте. Ну что, начнем битву титанов. Все-таки супер баттл обещанный. Да, Людмила Майструк, спасибо Эльмире. Эльмира очень интересное нам видео присылает. Кто не знал, она очень много путешествует вместе с мужем. Рассказывает о родном крае, Кыргызстане. Ну, прекрасные такие съемки, шикарные рассказы, все вы знаете. Неоднократно она приходила. Рубрика у нас есть, свободный микрофон. Кто не знал, кто пришел впервые. То есть, любой подписчик может прийти в эту рубрику. Я подключу его в эфир, дам слово. Он может что-то рассказать о своем крае. Допустим, о каком-то замечательном случае. О какой-то легенде, тайне, мистики, которую перенес вон, понимаете. Даже если вы видели какой-то НЛО, приготовьте рассказ, пожалуйста. Придите в студию. Я включу вас в прямой эфир и всем расскажете. Это будет интересно, правильно? Что-то неопознанное. И вот в рубрике свободный микрофон к нам Эльмира приходит, рассказывает очень интересные вещи. Спасибо ей большое. Так, друзья. А теперь, значит, объявляется битва титанов. Пошумим. Давайте пошумим. Дадим шума в чате. Да, Виктория, здравствуйте. Спасибо вам тоже. Добра, мира. С Новым годом, с наступающим вас, Виктория. Приветствую. Итак, друзья. Сегодня объявляется на канале Мысли об истории впервые Супер Баттл. Это будет битва титанов. Итак, в правом углу ринга сегодня наша подписчица Эльмира Валиева из Кыргызстана замечательный человек, очень грамотный, культурный, интересный, знает очень много обычаев о своем народе, о своем городе, о своем родном крае Кыргызстане, путешествует постоянно, рассказывает об архитектуре, культуре, этнографии. То есть, человек очень наполненный, очень умный, интересно рассказывает. Сегодня она у нас в битве титанов в правом углу. Я думаю, представлять ее не надо. Все вы знаете нашу Эльмиру Валиеву, нашу Эльмирочку, как мы иногда говорим, как наши подписчики в чате. Друзья, все вы помните, я объявлял конкурс, да, был у нас, что присылайте свои видео, фото, как ваш город встречает Новый год. Неважно, в офисе, где вы работаете, в городе, елочку снимите, без разницы. Присылайте, в магазинах где-то вы будете, там, в супермаркетах, красиво какие-то вещи продаются. Снимайте, присылайте, проведем конкурс. Так вот, сегодня у нас супер батл, битва титанов. Значит, в правом углу ринга у нас сегодня Эльмира Валиева. Прошу любить и жаловать, все вы ее знаете, аплодисменты, пожалуйста. В левом углу ринга у нас сегодня не менее мощнейший игрок. Это Наталья Беспалова из города Самары, приветствуем Наталью. Наша подписчица, Волжаночка с берегов Волги, сегодня участвует в супер баттле против Эльмиры Валиевой. То есть, наши подписчики прислали свои сюжеты, сегодня мы с вами их посмотрим. Я их оценю, вы их оцените. Как говорится, победит сильнейший, это будет битва титанов. Сегодня у нас титаны Эльмира Валиева и Наталья Беспалова. Тоже невероятно очень интересный человек Наталья Беспалова. Ее родители из Самары, они коренные куйбышевцы, кто не знал, раньше этот город назывался Куйбышев. И родилась Наталья Беспалова, конечно же, в Куйбышеве. Родители работали в оборонке. И Наталья живет и работает в родном городе. Теперь возвращено историческое имя Самара. Самара, кто не знает, этот город был назван именем Валериана Куйбышева, соратника Ленина. Ну, потом пошла череда переименований, вернули историческое название. Наверное, правильно. Стал город Самара. И вот Наталья, и Эльмира, и Наталья прислали свои сюжеты. Давайте, уважаемые зрители, оценивать будем. Это будет битва титанов. Все вы знаете наших подписчиков. Они на канале уже два года. И Эльмира Валиева, и Наталья Беспалова. То есть, это наши ветераны, заслуженные, как говорится, подписчики. И сегодня я проведу битву титанов. Поэтому давайте пошумим, поприветствуем наших сегодня конкурсанток. Они будут сражаться в честной борьбе. Это будет супер баттл. Впервые, еще раз говорю. Это будет честная борьба. Я ее решил провести сегодня, в преддверии Нового года. Это будет правильно, это будет интересно, это будет захватывающе. Будете, как зрители, будете оценивать сюжеты, как говорится. Победит сильнейший. Конечно же, будут награждены, естественно. Получат заслуженные награды. Какие, пока не скажу. Итак, еще раз говорю. Повторяю. В правом углу ринга сегодня Эльмира Валиева со своими сюжетами из Кыргызстана о новом опраздновании в преддверии Нового 2023 года. Давайте посмотрим работу Эльмиры Валиевой. Смотрим, друзья, внимательно, оцениваем, не отвлекаемся. Это будет, еще раз говорю, битва титанов. Сейчас вы ее увидите. Она уже начинается. Итак, объявляется битва титанов. Невероятно интересно будет, захватывающе. Итак, в борьбу вступает Эльмира Валиева. Первый сюжет. Розовая елочка. Целый лес елок. Так, секундочку, сейчас, чтобы кадр ваш снимала Эльмира на свой смартфон, поэтому за качество съемки, как говорится, давайте немножко начнем. Вот. Итак, Эльмира Валиева. Работа, представленная Эльмира Валиевой. Целый лес елок. Красота. Это мы находимся в водиле Лавали Дом. Стеклянных шарах, там композиции. Это мы находимся в водиле Лавали. 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 Просто красота. Розовые звёлочки. Так, это первая часть видео Эльмиры Валивы. Видео небольшие, но снято то, что, как говорится, основное. Давайте вторую часть посмотрим. Работа Эльмиры. Так, стоп, секундочку, не то, извиняюсь. Да. Ничего страшного. Сейчас добавим. Вот, пожалуйста. Итак, продолжение. Вот такая красота у нас уже выставлена к Новому году. Всё это продаётся. Всякие фигурки. Серый ёлка под ёлочкой сидит. О, всё к Новому году. Выставка. Тут к Рождеству всякие композиции. И вот, заточный каверчик. Такы чертовки. Вот, всё кислород. Рыбот. Вот такая красота у нас. Так, на этом видео заканчивается. И теперь, друзья, посмотрим фотографии. То есть Эльмира сняла видео. Вот эти все фигурки, ёлочки, какие продаются. А теперь отдельные фотографии она прислала. Давайте посмотрим ещё фотографии. Так, вот она. То есть она эти фигурки. Вот такие гусары интересные. Так, идём дальше. Тут что у нас? Дед Мороз такой. Смотрите, интересный. Продаются там. Так, следующая фотография. Вот какой. Тоже интересный. В шапочке с дубинкой. Тут оленёнок у него внизу. А вот какая, смотрите. Спортсменка. То есть свитер и в шапке. Вот такая продаётся там. Вот Эльмира ходила, отдельно их снимала потом все. Так, это поближе. Другая шапочка тоже фигурка. А вот какие, смотрите, забавные. Просто весёлый такой Дед Морозик тоже. А вот, посмотрите, девчонка рядом, мячик со звёздочкой в новогодней одежде. А вот, такой интересный, смотрите, как композиция. Это вот всё Эльмира снимала, ходила. Всё там такое продаётся. Просто невероятное украшение. Вот представляете, под ёлку каждый себе вот такие фигурки брал, там по 2-3 фигурки поставил. Это же красотища какая. Просто невероятное. А вот что. Ну просто красота. То есть повозка, нарты, олени. Он сидит тут. Слева тоже вот фигурка интересная. Типа снеговика такой в зимней одежде, но с ногами. Да, куклы, вот куколки классные. Представляете, 2-3 куклы такие купить, разные, естественно. Люди так и делают. И под ёлочку поставят, ну шикарное украшение. Просто шикарнейшее. И сразу композиция возле ёлки преобразится. Такая интересная композиция получится. И ёлочка, и фигурки такие. Давайте посмотрим. Вот он, невероятный Дед Мороз. Смотрите, какой. В очках. Такой весь украшенный. А смотрите, у Деда Мороза какие интересные обувь. Типа пимы. Ну точно не валенки, типа пимы какие-то. И жакет из этого же меха связан. Ну просто здорово, конечно, что говорить. Так, это у нас что или минус? Это ёлочки небольшие такие. То есть, у кого куда-то там небольшое помещение купить. Вот, пожалуйста, на стол поставил. На стул, на табуретку. Уже это чувство праздника. Ну, примерно такие же, как вот у меня ёлочка стоит. Сегодня. В студии. Так. На этом, значит, мы закончили просмотр работ Эльмиры Валиевой. Друзья, как вы оцениваете, напишите в чате. Давайте, народ, пошумим. Это же батл, супер батл. Бьются сегодня титаны у нас. Эльмира Валиевой, Наталья Беспалова. Давайте пошумим, народ. Больше шума. Так, я посмотрю пока, кто подошёл. В милом мастру, когда показывали, да, до музея Фронза, действительно, как просто люди жили, ничего лишнего, действительно. Татьяна Баталова подошла. Татьяна Баталова, здравствуйте. Вас с наступающим. Спасибо вам тоже. Спасибо. Да, замечательные фигурки. Ирина Адамова, согласен с вами. Классные куколки. Наталья Беспалова пишет. Новогоднее настроение от этих фигурок. Вот Наталья Беспалова сегодня в Битве Титанов участвует. Эльмира у неё соперница. Она молодец. Оценила. Лена пишет. Я бы оленей взяла и на них домой. Да, здорово. Евгения Яркина подошла. Евгения Яркина. Здравствуйте. С наступающим. Вас тоже с наступающим. Спасибо вам большое. Всем по мандаринке. Евгения Яркина, спасибо. Мандаринки вещь хорошая. Ну, да, типа Пимы. Я и сказал, на Пимы похожа фигурка. Людмила Мастру, действительно. Нина, какая система оценивания? Нина, нет никакой системы. То есть, зрители сами оценивают. Вы оцениваете, подписчики, зрители. Татьяна Сахалин. Настроение от куколок супер. Нина пишет. Пять с плюсом. Ну, здорово. Да, давайте, как в советской школе. Пятибалльная система. Битва продолжается. Итак, друзья. В левом углу ринга сегодня у нас Наталья Беспалова. Комсомолка, красавица, спортсменка, волжаночка из Самары. Она же марсианка, всем нам известная наша подписчица. Все мы знаем Наталью Беспалову. Она тоже сегодня участвует в левом углу ринга. Итак, на ринг приглашается Наталья Беспалова. Пошумим, все приветствуем. Ура. Все. Сейчас Наталья Беспалова вступает в бой. Да, Наталья Беспалова, Эльмире 10. Но мы по пятибалльной Наталье Беспалова, как в школе. С единицы до пяти. Итак, в бой вступает Наталья Беспалова. Сейчас я расскажу немножко о ее работе и вообще о ней. Сейчас, секундочку. Бой вступает Наталья Беспалова. Так, Эльмира закончила свое выступление. Друзья, оценивайте, пожалуйста, в чате ее. Творчество нашей Эльмиры Валиевой. Из Кыргызстана, Бишкек. А мы пока размещаем работу Натальи Беспаловой. Тоже Титанов. Сегодня битва двух Титанов. Итак, сейчас пояснения небольшие дам, прежде чем вы увидите видео Натальи Беспаловой. Итак, друзья, Наталья Беспалова работает в девелоперской компании, которая строит коттеджные поселки и в черте Самары, и за чертой города. И вот они построили комплекс коттеджных поселков в сосновом лесу у реки Кундурча. Он находится в 7 минутах езды от Красного Яра. Кто там живет, местный знает. Добраться из Самары можно за 30 минут по свободной трассе. Понятно, при пробках чуть подольше. Но это шикарный коттеджный поселок, самодостаточный, называется Экопарк. То есть компания Натальи построила, Наталья работает в компании Экопарк и построила коттеджный поселок. Комфортная жизнь в окружении природы, благоустроенное пространство с новой асфальтированной дорогой, необходимой всеми коммуникациями. Ну понятно, коммуникации там все, в том числе и интернет и все остальное. Охраняемая территория. Лишь малая часть преимуществ собственного жилья здесь. То есть люди покупают дома под ключ, выбирают планировки и компании строят им под ключ. И не просто строят, а в том числе и потом обслуживают. То есть там все четко делается. Не просто строят, а потом и обслуживают территорию и так далее, все остальное. И вот сейчас вы увидите праздник перед Новым годом. Проходил праздник 24 декабря в Экопарке в коттеджном поселке. Наталья там тоже участвовала, как сотрудник компании. Она работает в этой компании. Не буду называть ее должность. Но одну из должностей занимает Наталья Беспалова наша. Титан сегодняшнего супер батла. И давайте оценим работу Натальи Беспаловой. Так, сейчас я ее включу, и вы все это увидите. Итак, вступает в битву. Титанов сегодня Наталья Беспалова, наша подписчица из Самары. Как сказал Юрий Алексеевич Гагарин, поехали. Вот такая красота. Так, секундочку, сейчас я... Широкоформатный был сделан, поэтому я немножко... Все будет красиво сейчас сделан. Вот такой, Наталья Беспалова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 живут потом до за городом до коттеджный поселок но как бы удобно людям нравится то есть наталья и сотрудники дарят радость людям так друзья кроме видео есть фотографии не менее шикарные давайте сейчас мы их секундочку сейчас мы посмотрим снимал она сама наталья беспалова секундочку так вот эти фотографии я хотел бы чтобы посмотрели особенно мне нравится одна из фотографий я прокомментирую конечно же и просто шикарная работа наталья беспаловой шикарнейшая работа сейчас посмотрим попробуем да я же говорил это будет битва титанов она успешно продолжается так тогда сделаем так ничего страшного сейчас мы посмотрим фотографии сделаны самой наталья конечно же беспаловой сейчас друзья все увидим так прошу извини за задержку небольшую вот эти снимки сделаны самой наталья беспаловой то есть сотрудницы этой компании так вот смотрите это вход в поселок экопарк видите все освещено стоянка для машин вот это за забором елочка в которой они открывали 24 числа праздник то здесь административное здание то есть обслуживающая организация находится здесь же на территории поселка то есть не надо никуда звонить в город в самару там вызвать сантехника электрика все здесь на месте понимаете да то есть любые проблемы решает компания где работает наталья так давайте следующую посмотрим вот дальше она сняла это снимки в декабре вот после открытия самара экопарк вот обращаю ваше внимание елочка где праздник был днем то есть у чистенько все почищено нет никаких сугробов и так далее территория охраняемая все под охраной поэтому здесь спокойно ребенок может играть гулять не ни одна сволочь его здесь не достанет не зацепит то есть все четко за порядком следят камеры везде вот смотрите сцена интересная оборудована наталья снимала там же на площадке на другой то есть там несколько площадок для отдыха людей понятно летом там понятно футбол волейбол баскетбол гольф тот зимой так вот строить так вот еще раз все елочка попадает но все выйти вот баскетбольные кольца то есть летом площадка баскетбольные все очищается кстати обратите внимание какой за высокий забор все все ограждено естественно чтоб мяч не улетел когда играют летом допустим весной и осенью так вот тоже почищена парк для прогулок смотрите елочка отдельно здесь спортивная площадка там еще площадки для другого тоже все оборудовано вот фигурка оленя если вы видите в центре лавочки вот такую красоту создают сотрудники компании копарк где работает наша на наталья беспалова еще раз повторяю наша подписчица с берегов волги волжаночка комсомолка спортсменный спортсменка и просто красивая женщина сегодня она участвует битве титанов в левом углу ринга вот ее работы вот друзья вот эту елочку в офисе то есть где работает сама наталья это наряжала она сама то есть вот эта вся ее работа гирлянды шарики то есть композицию придумала она осуществила тоже она вот прошу любить и жаловать работа собственными руками наталья беспалова на такую красоту она сделала на работе для сотрудников красоты в административном здании так вот подальше это елочку вот смотрите как как наталья украсила и нарядила гирлянды шарики это все она одна такую красоту создала вот она рассказывает в чате прочитать можете наталья рассказывает о своей компании что чем они занимаются так его друзья мне бы хотелось обратить внимание вот на эту фотографию не зря я говорил про нее смотрите наталья была в офисе шел снег и она увидела как две снежинки прилипли к стеклу то есть пластиковое окно понятно она подошла и удалось ей ну макросъемка не совсем но можно назвать смотрите давайте поближе а поближе даже узоры видны смотрите друзья вы я увеличиваю смотрите что сделала наталья она взяла и сняла две снежиночки смотрите они объединились как два сердца как пара мужчина и женщина два любящих сердца большая снежинка это мужчина маленькая это женщина смотрите на окне как красиво невероятно просто съемка вот такие фотографии надо посылать на конкурсы я думаю она могла бы даже какое-то место завоевать или премию получить просто человек на смартфон сделал шикарнейший снимок просто шикарный давайте еще увеличу для понимания за окном просто фон понятно смотрите надеюсь хорошо видно смотрите снежинки получились то есть мужчина больше снежиночка и здесь женщина рядом с ним и причем смотрите они соединились как бы лучами сбоку друг с другом с прямо вцепились соединены как два любящих сердца понимаете вот природа создала такую красотичку не знаю мне нравится вот наталья смогла поймать этот момент она смогла понимаете я ей советовал наталья отправляют на какой-нибудь конкурс это фотографии обязательно просто шикар шикарная съемка понимаете ничего особенного вроде даже не замысловато а вот так поймать момент две снежинки еще не растаяли стекло то теплое понимаете помещение пластиковые стекла любом случае теплые они сейчас растают но она поймала мгновение до того как они растаяли и она их поймала вот смартфон и смогла сфотографировать просто здорово невероятная съемка наталья до беспалого я думаю за заслуженно участвует сегодня супер бат ли нашим просто шикарнейшая съемка спасибо ей большое мне нравится вот две снежинки как два одиноких сердца соединились их уже двое накануне нового года обращаю ваше внимание то есть 2023 году они в этот год пойдут уже рука об руку вдвоем на это красиво это здорово вот такая удивительная фотография невероятная удача и мастерство все-таки смогла подметить понимаете поймать момент только снег пошел вот две снежинки упали на окошко ну это опять экопарк так что вот так наш титан сегодня наталья беспалова время углу ринга сегодня в супер баттле все вы оценили ее навыки ее работу надеюсь вам всем понравилось чате пишут напишите пожалуйста оцениваем по пятибалльной системе также как работу эльмиры валиевой давайте оценим наталью беспалова ее креатив и творчество ее подход наша подписчица из самар из берегов волки славной русской реки замечательная работа спасибо наталья большую и да друзья оцениваем работу выступление выступление наталья беспалова давайте бета виду это битва титанов эльмира валиева и наталья беспалова сегодня участвует нашим новогодним супер баттле я решил его провести именно в таком формате потому что люди старались люди снимали фотографировали эльмира старалась наталья беспалова старалась победитель будет сильнейший то есть определять вам нашим зрителям подписчикам кто сегодня победил супер баттлер так я пока в чате посмотрю может кто-то подошел пока мы представляли работы участников наших супер баттла сегодня так татьяна сахалин наташа молодцы благоустройство на 5 из наталья сахалин пятерку тоже наталья поставил понятно да наталья все организовала помогала организовала праздники татьяна скорее не знаю как оценить работы разных так разные работы разные настроения но обе добавили новогоднего шарма согласен татьяна сахалин сегодня на супер баттле очень постарались обе участницы наши наши подписчицы настроение праздничное так наталья мира твердая пятерка батаре надо поставила или мире 5 и наталья 5 пока ничья говорится ноздря в ноздрю идут так николай химич подошел киев украина николай химич здравствуйте с наступающим вас с 23 2023 всех всех с наступающим новым годом всем удачи мирного неба исполнения желаний николай химич спасибо большое за ваши слова спасибо вам тоже мирного неба удачи всего хорошего дай бог чтобы 23 год был лучше чем 22 и что все все кошмары все плохое закончилось и 23 году мы жили уже лучше чем в двадцать втором двадцать третьем лучшим уже да вот наталья беспалова пишет друзья на разбирайте настроение вот так вот очень правильно наталья написала друзья мы сегодняшний супер баттл битву титанов проводим как раз для того чтобы поднять вам настроение накануне нашего нового года сегодня наши подписчики эльмира валиева наталья беспалова доставили нам этот праздник нам эту радость понимаете каждая по-своему своих работах наверное это неплохо так татьяна сахалин уже летит к ним понятно сигнала здравствуйте конечно форматы работ разные но все-таки цель у девушек одна это преподнести нам новогоднее настроение это у них конечно же получилось поэтому победила все как всегда дружба написал сигнал ман вот сигнал ман считает что дружба победила понятно идем дальше до сигнал ман вас тоже с наступающим новогодом спасибо большое ирина девяткина вот слова из песни две звезды написала две светлых повести понятно да наталья беспалова я и сказал снежинки за ручки держатся я же увеличил вы посмотрели остановись мгновение написала виктория чайка оценивая снимок наталья беспаловая мил май струк 5 ставит понятно спасибо наталья беспалова шутит у нас все тут все парами летают ну самара город города парами не сбываются все надежды все парами летают понятно пять с плюсом пишет татьяна сахарин или мире понятно лена лена модератор пишет 5 плюс плюсом всем понял так виктория чайки пишет мир опять спасибо помню оценка принята на то на то из греции пишет дружба намекает что победила дружба ирина дома пишет наталья 5 мир опять понятно интересно как у вас единодушно мнение совпало прямо удивительно после нашего супер батла ирина девяткина молодцы девочки обе старались создали среди праздников победила дружба ирина девяткина тоже пишет победила дружба понятно татьяна тади тоже пишет победила дружба лена пишет 5 плюсом обоим велась рук 5 и 5 ваша оценка принята понял людмила май струк ольга 125 девчули обе хороши трудно выбирать однако понятно татьяна сахарина мира и наталья сегодня как эти две снежинки дружно на 5 ясно на то пишет мир опять с плюсом наталья 5 ну вот уже оценки пошли видите но кто-то увидел в этих снежинках что это наталья наталья беспалого эль мира вдвоем а я увидел почему-то что это мужчина женщина то есть это пара два любящих сердца соединились то есть одна снежиночка побольше другая поменьше получилось очень как говорится гармонично и красиво а наталья беспалого огромное спасибо что поймал этот момент мне эта фотография сразу понравилась я когда она ее прислала я сказал наталья надо на какой-нибудь конкурс это обязательно отправить чем черт не шутит но невероятная фотография простая понимаете вроде банальность да ну так когда подумаешь что здесь на стекле это же природа сама понимаете то снежинки прилетели оттуда сверху там где они зарождаются в атмосфере а здесь они уже за ручки схватились на стекле да битва невероятная прошла титанов сегодня новогодние все-таки наши подписчицы очень старались снимали фотографировали снимали видео в любом случае наталья беспалого сделал этот праздник для жителей коттеджных поселков то это тоже большая заслуга все это организовать сделать договориться выстроить и так далее это все она наталья беспалого ну понятно со своим помощником тоже дорогого стоит эльмира тоже проделала невероятную работу сняла вот эти все прекрасные фигурки елочки видео сняла 22 видео я отдельно каждую фигурку сфотографировала которые продаются там бишкеке у них тоже красиво очень конечно же так для меня маструк пишет у натальи красивый поселок а у эльмиры дом где родился великий человек ну да вот как оценивать действительно понимаете старались наши наши титаны нашего канала наши подписчицы обе старались я вижу что проявили именно старания подошли творчески интересно подошли поэтому так наталья пишет да мы с тобой к стеклу прилипли понял на то действительно я телепортировался в самару виде снежинки нормально когда вас там телепортация должны открыть что у нас вот наши ученые говорят да всем желаем конечно хорошего настроения кто позже подошел наши подписчики всех приветствуем на канале мысли об истории всегда рады приходите независимо где вы проживаете мы рады всем людям наш канал для всех любителей истории тайны загадок всегда приходите будем общаться я всегда всех рад видеть сами приходите приводите с собой еще людей пожалуйста пусть подписываются рассказывайте о нашем канале я думаю такой формат у нас не последний у нас еще будут супер батлы но сегодня все таки накануне нового года я решила такой супер батл провести именно посвященный новому году ну и конечно участвовали титаны наши титаны нашего канала эльмира валиева наталья беспалова обе талантливые обе красивые обе позитивные обе давние подписчицы канала мысли об истории одни из первых пришли на наш канал напоминаю и остаются с нами два года кто не знает нашему каналу третий год пошел мы еще маленькие как говорится только-только идем на пути становления кому нравится приходит остаются с нами общаются это здорово кто не знает наши стримы проходит кто первый раз пришел два раза в неделю расписание это по средам в 15 часов 30 минут московского времени там уже время своего региона вычитывать от московского и по субботам у нас посиделки то есть три мы на свободную тему 12 часов москвы так виктория чайка победная ничья все-таки склоняетесь победной ничьей уже смотрю 7 человек говорят что победила дружба обе достойны победы обе достойны победы до получается надо призы раздваивать и обоим дарить призы понятно да лена спасибо тебе вот любит людмила майструк пишет была в городе ош и в городе бишкек ну здорово в бишкеке у нас эльмира проживает еще одна наша подписчица татьяна у нее никнейм кошка пышка они убили из бишкека там же родился вырос михаил васильевич фрунзе или навальный какая красота кругом молодцы да я с вами согласен конечно молодцы это просто здорово понимаете вот вроде мелочь да а вот весь этот праздник все организовать все это сделать это все наталья беспалова понимаете для жителей чтобы жителям дарить радость опять же эльмира валиева снимает постоянно видео нам присылает рассказывает участвует наших передачах рассказать о своих путешествиях это тоже очень огромное дело понимаете она шикарный краевед знает свой родной край о своей природе об архитектуре рассказывает кыргызстана невероятно сейчас готовится новый рассказ не буду пока его как говорится озвучивать но будет интересно извините тоже будет также дальнейшем рассказывать поэтому обе наши подписчицы я считаю обе талантливы невероятно талантливы обе да обе конечно заслуживают победы вот сейчас еще немножечко подождем оцените оцените так или вот валиева эльмира подошла в чат эльмира здравствуйте эльмира вы сегодня участвовали супер бог батли в битве титанов в правом углу ринга вы были да олег здравствуйте не могла прийти вовремя только освободилась посмотрю в записи всех с наступающим новым годом спасибо эльмира вас тоже с наступающим 2023 спасибо вам большое да друзья так что там по лайкам посмотрим ставьте лайки не как говорится не жадничайте ставьте прожимаете лайкосы для продвижения нашего канала нашего исторического канала для любителей тайн загадок истории пожалуйста впереди у нас много путешествий мир тайн загадок и истории в новом году будут очень много интересного также естественно продолжим мы работать исследовать по трагедии на перевале дятлова понятно все это будет продолжение в любом случае все вы знаете уже как говорится уже дмитрий очкиреев объявил что конференция состоится по перевалу дятлова в мае месяце то есть он организовывает устраивать конференцию то есть он уже об этом объявил так что конференции быть дай бог все будет хорошо но что уважаемые зрители получается в основном все вы сказали что победила дружба да как говорится супер приз не будем разыгрывать кубышку как в русском лото получается у нас два победителя сегодня ну наверное это правильно если вы так решили то есть решаете вы не я как вы решите ваше мнение то есть у нас сегодня так сказать вы были зрителями супер батла то есть битвы титанов на канале мысли об истории поэтому решать естественно вам оценки ставите вы решаете вы я просто представил вам сегодня наших титанов эльмиру валиеву и наталья беспалова эльмира валиева из бишкека и славного города бишкек наталья беспалова и славного города самара из берегов русской реки волга так друзья давайте пока вы еще определяетесь сообщу что все таки не забывайте помогать каналу мысли об истории своими пожертвованиями обязательно помощью всем буду очень буду рад признателен заранее спасибо не забывайте что присылая свои пожертвования донаты вы тем самым одобряете работу видеоблогера для вас в эфире конечно же в чате данные есть пожалуйста помогайте каналу кто чем может буду всем благодарен лена вальна пишет победила дружба но вот еще одна оценка пожалуйста лена пишет олег конференция будет где еще неизвестно лена конференция будет в екатеринбурге так сказал дмитрий учкереев организатор этой конференции то есть в екатеринбурге в мае месяце пройдет 2023 года пройдет конференция по перевалу дятлова это будет уже четвертая всероссийская конференция не забывайте у кого есть возможность приехать приезжайте о составе участников о повестке конференции будет сообщено дополнительно естественно уже позже так долго ждать конференцию но понимаете любимый струк понятно что долго но с другой стороны смотрите сейчас вот праздники там январь дат но грубо говоря 5 меньше 5 месяцев меньше пяти получится в принципе жизнь то она быстро летит не успеете оглянуться уже май месяц это же подготовить все надо понимаете это будет четвертая всероссийская конференция не просто так вот как раз все эти месяцы ибо будем ее готовить естественно все вместе помогать будем помогать дмитрию речу конечно как иначе эльмира олег о чем речь а что я не поняла что за битва была эльмира сегодня мы просто я запустил пилотный проект попробовал организовал супер батл то есть битва титанов то есть участвовали участвовали вы и наталья беспалов то есть вашей работой естественно то есть ваше видео что вы присылали по новогодним елочкам там фигуркам и так далее И со стороны Наталья тоже прислала работы Видео также и фотографии Вот сегодня у вас состоялся Супер батл, битва титанов Вы сегодня титаны, вышли на ринг И сражались, в честной борьбе Причем все заметили, никто Как говорится, не подсуживал Все рассказали о наших участниках Все вы их знаете То есть у нас все по чесноку Все прозрачно, сами все видели Никто, как говорится, оценки не накручивал Да, Ольга 125, Бишкек плюс Самара Дружба, жвачка, ну да Как говорится, русский и киргиз Братья навек, все правильно Да, Эльмира, я просто так назвал Но новогодний супер батл, битва титанов Мне показалось, это будет правильно Во-первых, новогоднее настроение Во-вторых, это батл, действительно был батл Настоящий, честный батл А битва титанов, ну действительно, вы титаны Вот такой формат я просто сегодня решил Перед Новым Годом У нас же на свободную тему, мы же понимаете Мы сегодня не занимаемся тайными загадками Как говорится, для поднятия настроений Понимаете Друзья, ну просто мне хотелось сегодня вас повеселить Накануне Нового Года 30 декабря Я не мог не выйти в эфир Конечно же, должен был сказать всем Спасибо, что вы этот год 22-й смотрели Наш канал Я обращаю ваше внимание Я всегда говорю, наш канал Не мой канал, а наш канал То есть канал это видеоблогер И его подписчики И его зрители, понимаете Канал делает не только видеоблогер Подписчики тоже Да, Людмила Майструк Девчонки молодцы у нас сегодня Действительно Ну вот все пишут, что победила дружба То есть оценки ставили пятерки Пять с плюсом Потом все-таки дружба победила Понятно Как будем приз делить Как арбуз распиливать пополам Одна половинка арбуза в Самару поедет Вторая в Бишкек Да, Эльмира Очень понравились работы Ваши, конечно же И Наталье Беспаловой работа понравилась Ну вот, друзья Вы все помните Что я говорил Что организуем к Новому году Какой-нибудь конкурс Типа соревнования елочек В каждом городе Да, просил вас снимать видео Фотографировать Ну вот, откликнулась у нас Эльмира Валиева И Наталья Беспалова Поэтому заслуженно Они стали титанами 2022 года На канале Мысли об истории Они титаны И сегодня они сошлись в супер баттле Это останется на память Это останется в скрижалях То есть этот стрим будет сохранен Все его будут смотреть Надеюсь, кому интересно Эту битву будут смотреть Я думаю, еще новые зрители Новые подписчики Может быть, кому-то понравится Заинтересуется Придет еще раз Наверное, это неплохо Да, Наталья Беспалова На работе сегодня То есть организовывают Они там каток сегодня Заливают, делают Она организовывает Так или иначе Она в чате сегодня присутствует Написала Приходила Спасибо ей большое Так, что там в чате у нас пишет Нина пишет Олег, а ты надеялся, что мы выберем одного победителя Нина, я не надеялся Выберите, не выберите Я просто на ваше усмотрение Все это сделал То есть решали Все равно в любом случае Я не мог загадывать Понимаешь, Нина Как это все сложится Ну, во-первых Это пилотный проект Я первый раз Такой запускаю Все вы помните Такого у нас еще не было На канале На канале Мысли об истории То есть это новый формат Я решил сегодня провести Попробовать его Понимаете В дальнейшем, возможно Будут у нас праздники какие-то В стране проходить Возможно мы Такой формат Супер батл То есть битвы титанов Возможно продолжим Почему бы и нет У нас люди очень талантливые Вспомните Андрея Сивкова Прекрасные песни пишет И исполняет у него группа своя Вспомните У нас много стихи Ирина Адамова поэтесса пишет У нас сколько талантливых людей на канале Подписчики Каждый что-то умеет Каждый что-то может Почему бы это не прийти Не показать Не рассказать Наверное Можно это сделать Да, Наталья Беспалова Вспоминает Поход группы Дятлова Делим мандарин на 8 долек Да Понятно Ну раз победила дружба Друзья Объявляю Титаны 2022 года Эльмира Валиева И Наталья Беспалова Сегодня заслуженно Обе победили Был бы у меня марш Я бы сейчас марш включил Праздничный такой Но в любом случае Представьте Что сейчас марш играет Бодрый такой Поздравительный Объявляются Наталья Беспалова И Эльмира Валиева Победителями Битвы Титанов Первого супер батла На канале Мысли об истории Супер батла 2022 года Они обе Победила дружба И они обе победительницы И Эльмира Валиева И Наталья Беспалова И они обе Получат призы Давайте так Так решил наш зритель Так решил наш подписчик Да, Евгения Яркина Всем нравится Победила дружба Спасибо за снежинки Наталья Беспалова Огромное спасибо За снежинки А снежинки Держались ручками Так Наталья Эльмира Вы супер Пишет Виктория Чайко Ясно НАТО пишет Я умею только мозг выносить Но НАТО Это тоже надо уметь Хорошее умение Иногда пригождается в жизни Друзья Приз не в студию Приз Наши подписчицы Приз получат сами Эльмира Валиева И Наталья Беспалова То есть Каждый Каждый из них Из Титанов 2022 года Получат приз А какой там будет приз Вы узнаете позже Вот Людмила Маистру пишет А я люблю поспать Ну это здорово Людмила Маистру Это здорово Так вот поспишь Проснешься А уже все хорошо Вокруг И глядишь Все неприятности И проспали Да Пока спишь Все плохое Проходит Проснулся О вроде Хорошо уже Все Жизнь налаживается Жизнь Заиграет Цветными красками Людмила Маистру Действительно Почему бы и не поспать Ольга 125 Мы делили апельсин Много нас А он один Да Такая считалочка Интересная Ирина Девяткина Будут предсказания На 2023 год Напишите Да В чате можете Написать Друзья Так Нина Если победила Дружба Мы все подписчики Нашего любимого Канала Тоже победили И всем призы Понятно Нина Понятно Всем призы Надо Тогда Получается Скупить Целый универмаг И всем На оленях Упряжках Призы Зимой Развести Подарок От Деда Мороза Поэтому Друзья Еще раз Объявляю Победители У нас сегодня Титаны 2022 года Титаны Канала Мысли об истории Эльмира Валиева И Наталья Беспалова Я от всей души Их поздравляю От себя лично От канала Мысли об истории И объявляю Что и Наталья Беспалова И Эльмира Валиева Получат приз От канала Мысли об истории Лично от меня От нашего канала Получат призы Свои заслуженные Сегодня они Их заслужили В честном Честном поединке В честном супер батле Аплодисменты Когда наши титаны Канала Получат свои призы Вы у них Вы у них спросите Что они получили Они вам расскажут Давайте Сохраним Интригу И я надеюсь У нас У всех У зрителей У подписчиков У победителей У титанов Сегодня Канала Мысли об истории Останутся Приятные Воспоминания О том Как мы с вами Сегодня Провожали Старый год И встречали Новый 2023 Это надеюсь Что новый Все таки 2023 год Будет лучше Чем предыдущий И мы с вами Все таки Станем жить Чуточку лучше Каждый Как говорится Отдельно В каждой В своей семье Будет все таки Получше Полегче Поинтереснее Придут какие-то Радости Победы Достижения новые Давайте открывать Новые горизонты Кто-то чему-то Научится Кто-то что-то Освоит Кто-то Пойдет дальше Как говорится Всем желаю В 2023 году Осваивать Новые горизонты Нет Наталья Беспалова Приз Заслужила Ты целиком Это твой Приз Ну вот Наталья из Греции Пишет Весы и водолей Счастливчики 2023 Ну по астропрогнозу Да там что-то Обещают с этим Знаком Зодиака Людмила Маструк Целый год ждать Какие у них призы Нет Людмила Маструк Не целый год Я постараюсь Чтоб они Свои призы Получили Как можно быстрее По возможности Понимаете Все расстояния Бешеные Кыргызстан Это вообще Другое государство Ну в любом случае Что-нибудь придумаю Эльмира пишет Предсказываю В 2023 году На всех ждут Интересные Исторические стримы От Олега И много приятных сюрпризов Ну Эльмира Ваши предсказания Я думаю Что сбудутся Вот здесь Вы как воду Посмотрели Действительно Невероятно Как вам это удается Вы новинный экстрасенс Признавайтесь Но то что вы сейчас Сказали Это сбудется Уверяю вас В 2023 году Это все сбудется Завтра мы с вами Дружно будем Праздновать Новый год И встретимся Друзья Мы с вами Через год В 2023 году Как написала Людмила Маструк Целый год ждать Ну да Сейчас 22 Еще сегодня И завтра А потом 23 Получается Мы с вами Сегодня закончим Скажем друг другу До свидания Но мы не прощаемся И встретимся Уже в 2023 С ума сойти Целый год прошел Эльмира Я сейчас только Доехала домой Слушала в дороге Эльмира Понял вас Хорошо Спасибо Что смотрите Ну вот НАТО из Греции Пишет А у Скорпионов Новая любовь Какая-то Нарисуется Понятно Так Александр С подошел Здравствуйте Да Людмила Маструк Понял вас Действительно Да Сейчас 22 А призы В 23 Конечно Не успею я За один день Как говорится Отдать нашим подписчицам Призы Даже в Самару Не успею Я не говорю О Бишкеке О Кыргызстане Вот интересно Друзья Вы не задумывались Собираемся мы На канале Мысли об истории Что-то изучаем Какие-то тайны Загадки И так далее А ведь мы все С вами живем В разных концах Не то что страны В разных концах В разных государствах Даже И тем не менее Люди приходят Собираются Интересно Наверное Приходить Приходите Что-то рассказываете Что-то показываете Вон какие работы Прекрасные присылаете Где бы я еще увидел Вот то что прислала Эльмира Да никогда бы я не увидел Где бы я увидел То что прислала Наталья Беспалова Все мы далеко Друг от друга А на нашем канале Вот Собираемся Все вместе Наверное Как бы здорово Давайте скажу так Канал Мысли об истории Это канал Который Объединяющий сердца Давайте так Ирина Девяткина Когда следующий стрим Ирина Девяткина Следующий стрим Будет не сейчас Поэтому Надо будет подождать Татьяна Сахалинов В новогоднюю ночь Что за наш канал За вас друзья Будут Стартовать первое Да друзья Кстати правильно Татьяна Сахалин Говорит Солнце восходит На востоке И Татьяна Сахалин Первое Первый Новый Год Встретит Конечно же Она за всех Тагнатор пишет В апреле Недвижимость Понятно Неплохие прогнозы Я скажу Ну вот НАТО Из Греции Всем пишет Для всех знаков Девы перемены Всего менять Свою жизнь Конкретно Здорово Смотрите продолжение в следующей части. Друзья, давайте сделаем так. Сегодня после стрима вы будете писать комментарии под стримом. Напишите пожалуйста, понравился ли вам формат Супер Баттла Битвы Титанов. То есть как вы это оцениваете. Интересно вам было, неинтересно. Может что-то как-то по-другому сделать. Если вы хотите продолжать такой формат, возможно мы продолжим данный формат. То есть на праздники допустим собираться. Вот так же на наши посиделки, как говорится. И уже какие-то праздники вместе праздновать. Напишите пожалуйста после стрима ваши комментарии. Не забудьте. Да, Людмила Маструк, сахалинцы будут никакие, а я еще не начинал 31-е. Да, действительно. Сахалинцы первыми войдут в Новый год. Мы еще не начнем, а у них уже будут салаты готовые и все остальное. Утка в яблоках, как говорится. С яблоками, извините, оговорился. Спасибо за астропрогноз НАТО из Греции. Сегодня всем знаком пишет. НАТО, спасибо тебе большое. Интересно. НАТО уже про рыб сказала. Это про меня. Я по знаку зодиака рыбы, кто не знал. День рождения у меня в марте месяце. Лена пишет. Я думаю, хорошо каждый праздник освещать в эфире, где как отметили. Ну, почему бы и нет. Евгения Яркина. Поздравляю всех со столетием и со Советского Союза. Евгения Яркина, спасибо. Я об этом сказал в начале стрима. Да, что сегодня день рождения Советского Союза. Совершенно верно. 30 декабря де юре и де факто образовался Союз Советских Социалистических Республик. Ну вот Ольге 125 на новогоднем столе центральное блюдо суши. А у вас? У всех по-разному, Ольга 125. Например, не знаю, я люблю салат традиционный, как говорится, я уже не отхожу от традиций. Оливье под шубой, допустим, салаты мандарины, понятно. Картошечка, пюре, допустим, может курица жареная. Либо котлетки, либо мясо. Ну что, что-нибудь такое. Ну, Оливье, да, он такой универсальный салат. Еще его называют зимний, по нашему, как по рецепту делается. Он же делается либо из колбасы, либо с курицей. Тут вариантов несколько, из куриного мяса. Кто не знал, есть Оливье делают с оленевым мясом. То есть, как мясное идет олене мясо. Я кушал этот салат, мне понравился. Немножко мясо такое, знаете, оно темненькое такое, тягучее. Ну, нормально идет оленинка, нормально, прекрасное мясо. Приходилось мне оленину кушать, естественно, и в жареном, и в вареном виде. Любимая струка, у меня форель. Ну, понятно, форель, королевская рыба. Понятно. Здорово. Елена Проскурина подошла. Добрый вечер, Олег. Приветствую, чад. Всех с наступающим Новым Годом. Модератором успешных стримов. Всем здоровья и исполнения заветных желаний. Олегу дальнейшего процветания канала. Елена Проскурина, спасибо вам большое. Я вас тоже, конечно же, поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья. И чтобы дома была у вас полная чаша. От всей души, Елена. Спасибо. Вот Николай Химич пишет правильно, я с ним согласен совершенно. Новый Год без оливье, просто прием пищи обжираловка. Действительно. А когда на столе все оливье, мандарины, уже как праздничное настроение создается. Действительно. Неожиданно этот салат стал традиционным для нашей страны, для нас, для жителей. И не только нашей страны, и других стран, конечно же. Вот олицетворение праздников. Почему бы нет? Хороший салат, приятный. Вкусный, конечно же. Виктория Чайка пишет. А если в майонез добавить сок половинки мандарина, будет обалденный вкус оливье. Понятно. Надо взять на вооружение, Виктория Чайка, этот рецепт. Извините. Да, вообще, по зодиаку, знаки, рыбы заканчиваются 20 марта. И после 20 марта там следующий знак уже идет, как бы, по хронологии. Вот подошел Роман из Санкт-Петербурга. Ромыч, привет, дружище. Здравствуй. С нехтоступающим. Здоровья, счастья, благополучия. Рома, спасибо. Приветствую тебя. Рад, что ты нашел время, пришел на наш канал сегодня. Кто не знал, Роман, хороший наш товарищ, наш подписчик. Был на конференции в Санкт-Петербурге, приезжал. Спасибо ему. Приятно, когда люди приходят, которых я лично знаю в лицо, как бы, сообщались, разговаривали. И вот следующая конференция пройдет в мае 2023 года. Об этом уже сказал Дмитрий Речкиреев. Поэтому, друзья, будет очень интересно. Надеюсь, что пройдет все хорошо. Повестка конференции оговаривается, гости и так далее. Все будет оглашено, естественно. То есть, всем скажут. У кого будет возможность, берите отпуска на мае месяц, возможно. Там недолго. Конференция проходит один день в субботу. Поэтому, в принципе, день на дорогу сколько надо, да, дней. И получается один день в Екатеринбурге, там, два дня получится с ночевкой, если. Приезжайте, будет очень интересно. Ну, а кто живет в самом Екатеринбурге, говорится, тем сам Бог велел прийти на нашу конференцию. Напоминаю, это будет четвертая всероссийская конференция. Несколько в новом формате немножечко. Не так, как предыдущие проходили. То есть, будут очень изменения кардинальные. Поэтому приезжайте, будет очень интересно. Всех призываю, здравомыслящих, культурных людей, приезжайте. Общайтесь, конференция будет, я думаю, знаковая. В чем-то даже намечается поворот, как говорится. Ну, не буду разглашать, потому что все это еще определяется. По повестке дня и так далее, по участникам. Но будет интересно. Эльмира пишет. А у нас на столе будет тоже форель и цикульская, заречная, запеченная в фольге с лимончиком. В фольге с лимончиком, Эльмира, это, наверное, невероятно вкусно. Еще и запеченная даже. То есть, ну да, рыбка в себя сок лимона возьмет, подожарится, наверное, будет здорово. Вы так вкусно рассказываете, Эльмиру, прямо захотелось форель, запеченную в фольге с лимончиком. Хоть бери, все бросай и езжай в Кыргызстан. Да, вкусно рассказываете, Эльмира, прям. Ну, Эльмира у нас сегодня одна из победителей супер баттла. Титан нашего канала. Еще, еще оказывается, прекрасный кулинар. Ага, точно, Людмила Майструк, сейчас кушать захочу. Вот Людмила Майструк у меня подобное тоже чувство появилось, не буду скрывать. Эльмира так вкусно это все расписала. Началось у нас с оливье, потом пошла рыбка запеченной в фольге. Все, сейчас, как говорится, дружно. Как раньше говорили на Руси, трапезничать будем. Да, Николай Ахимович, я с вами согласен. Захлебываю слюной. Действительно, так вкусно рассказывают Николаю Ахимовичу. Особенно нам, мужчинам, так вообще. Женщина как что-нибудь сделает вкуснятику какую-нибудь. Ната пишет из Греции, а меня в Германии, скорее всего, капустой квашеной и шницелем кормить будут главное. Ну, Ната шницель тоже вещь вкусная, если хорошо прожаренный. Шикарное блюдо шницель. Вообще шницель делается, пюре к шницелю подают. Либо яйцо жареное, то есть глазунью. Блюдо, ну, как традиционно подается. Вот Людмила Маструх пошла к холодильнику. Людмила Маструх, представьте, вы приходите к холодильнику, а там цепь и замок висит. И записка. Эльмира пишет, угощаю всех. Да, здорово. Осталось только до Бишкека поездом доехать. Там интересные цены. Смотрел поезд у нас, ходит прямой Новосибирь, Бишкек. Интересно, там идет, короче, значит, плацкарт идет 16 тысяч билет, а купе что-то 21 тысяч, около 20 тысяч. Один билет в купейный, в одну сторону. То есть туда-обратно, сороковник, плюс еще на что-то жить надо. Ну, в общем, дороговато, конечно. Как говорится, много не наездишься. Да, прямой поезд идет до Бишкека из Новосибирска. Посмотрел, интересно стало просто. Причем поезд идет, естественно, через Казахстан, через территорию Казахстана. И дальше уже на Кыргызстан и приходит Бишкек. То есть он южнее спускается на юг, потом делает крюк, идет налево, потом поворачивает направо и как бы назад идет. И в Бишкек приезжает. Я просто посмотрел по маршрут, как идет дорожную карту. Да, друзья, давайте будем на этом потихонечку заканчивать наш сегодняшний стрим праздничный. Надеюсь, вам было интересно. Попробовали новый формат, провели супер батл между нашими титанами канала Эльмира Ивалиева и Натальей Беспаловой. Ну, зрители решили, что победила дружба, поэтому обе подписчицы завоевали свои призы заслуженные, конечно же. Их получат. Какие будут призы, узнаете чуть позже, потом сюрприз будет. Эльмира пишет, а еще мясо запеченное с овощами, салат фирменный, ничего себе. Эльмира, вы так опять вкусно рассказываете, прям невероятно. Может нам еще и кулинарный супер батл устроить? То есть, сойдутся по кулинарии и будем, у кого вкуснее блюдо. Как Эльмира согласна в кулинарном супер батле участвовать, организуем. Да, друзья, давайте потихонечку заканчивать. Всех поздравляю, конечно же, от всей души, от себя лично, от канала Мысли об Истории. Спасибо, что этот год вы были со мной, с нашим каналом Мысли об Истории. Очень вам за это благодарен, что остаетесь на канале, несмотря ни на что. Приходите на наш канал, общаетесь, пишете ваши вопросы, задаете вопросы, что-то свое рассказываете. Конечно же, я всем вам благодарен. Как видеоблогер, как автор канала, спасибо вам большое. И спасибо вам, что вы пришли сегодня на новогодний стрим, проводить старый год, как говорится, встретить новый, 2023. Наш канал продолжает работать, мы с оптимизмом смотрим вперед. Будут новые расследования, тайн, загадок, будут новые расследования криминальных историй. Обязательно продолжим эту страничку. То есть будут новые странички. Я хочу ввести еще несколько новых страниц, кроме тех, что у нас уже сегодня работают успешно. Людмила Маструк, поехали все к Эльмире. Действительно, вот так вот еще она порасскажет что-нибудь вкусненького. Реально все соберемся и поедем к Эльмире. И будет она в Бишкеке нас всех встречать по очереди. Эльмира пишет, это поезд так объезжает горы. Но я так и понял, я посмотрел, интересно, через Казахстан на юг идет, спускается, делает крюк, поднимается на север и опять на восток. И уже в Бишкеке приходит. Лена пишет, если будет кулинарный, я точно не выдержу. Да, выдержать будет тяжело. Вот Эльмира всех к Киргизию приглашает. А у Татьяны Сахалин уже 31 декабря. Представляете, невероятное везение у человека. Ну вот Ольга 125 суши накрутит и в Бишкек на елку. Ну здорово. Так, Евгений Яркин пишет, СССР под Новый год добывали, стояли в очереди. Вся еда пригодна и было супер. Ну вы знаете, Евгений Яркин, понятно, что очереди, очереди, вот сихают эти очереди. А смотрите, у нас сейчас другое государство, а очереди не исчезли. Вы так же где-то в Ашане, в Ленте, в Магните, в той ЖК вы все равно стоите в очереди, понимаете? Ну не избежишь ты очередей. Куда ни приди, все равно очередь. А вроде бы как капитализм, дикий капитализм, нам говорили, мы же придем в рыночную экономику. А очереди до сих пор остались, понимаете? Да, они не такие большие, но иногда и большие очереди бывают. Поэтому тут трудно говорить, что... Но салаты были супер, да, Евгений Яркин, я с вами согласен. И сегодня салаты тоже шикарные. НАТО из Греции пишет. Всем еще раз с наступающим Новым Годом, пусть будет все задумано. НАТО, спасибо тебе большое, что ты из Греции нас поздравляешь. Мы тоже тебя все поздравляем. Я тебя лично от канала Мысли об истории поздравляю с 2023 годом. И верю, надеюсь, что у тебя в этом году все будет в следующем еще лучше, чем в этом. И у тебя будет все позитивно и все хорошо. Эльмира пишет. Тогда муж будет участвовать в кулинарном. Он плов готовит и форель тоже. Понятно. Тяжелая артиллерия в ход пошла. Мужья вступают в бой. Понятно. Николай Химович. А я в кулинарном баттле буду дегустатором. Николай Химович, хорошая роль. Я как бы тоже мог бы быть дегустатором. Почему бы и нет? А вот Людмила Майструк тоже захотела дегустатором. Что-то у нас много дегустаторов собирается, друзья. Николай Химович и я собираемся. Людмила Майструк присоединилась. Иннет Виснет, Александр С. Ну, это техника, что сделаешь. Возможно, роутер, Wi-Fi роутер, что-то перегрузка или что-то перезагрузить надо. Да, Лена, спасибо за поздравление. Ирина Девяткина, смешно. Мы удивлялись тогда за границей 40 сортов колбасы. Да, Ирина Девяткина, мы удивлялись, потому что для нас это было необычно. Это нормально, что мы удивлялись. Ну, у нас были сорта, всем известные. Они продавались в магазинах, пожалуйста, можно было купить. Краковская тоже продавалась, колечки эти колбасы, прекрасно. Любительская была, докторская, чайная, молочная. Я же сам ходил в магазин и покупал. Мне мама давала денег, я в детстве, как в школе уже учился. Я ходил в магазин, покупал. Так что у нас колбаса тоже была. Не 40 сортов, пусть там 5-6-7, но она была. Поэтому неизвестно еще, Ирина Девяткина, что лучше. Может быть, те 5 советских сортов колбасы в 100 раз лучше, чем вот эти 40 или 150 сортов, которые сейчас вон ленты завалены, а шаны и магниты. Все познается в сравнении же, Ирина Девяткина. Вы же прекрасно знаете. Нина, Олег, спасибо за суперстрим, умеешь поднять настроение. Нина, спасибо тебе большое. Понимаете, вот Нина написала, умеешь поднять настроение. А я считаю, это вы поднимаете настроение, наши подписчики. Вы же пришли для встречи со мной на канал Мысли об истории. Вы сегодня, как говорится, радовались, следили за работами наших участниц, за супер батлом, оценивали их труд. Это было интересно. Да, НАТО пишет, Олег, благодарю. Да, НАТО, желаю, чтобы, я говорю, в новом году у тебя все, все твои планы сбылись, чтобы все у тебя на позитиве было и прекрасно в своей жизни. Я знаю, НАТО, что ты этого заслужила. Я тебя немножечко знаю, как человека. Ты заслужила, чтобы у тебя счастье в жизни было. Лена пишет, зато какая колбаса, такой уже нет. Ну, понятно, нет. Страны, к сожалению, Советского Союза нет. Вот сегодня день рождения, 30 декабря, 100 лет Советскому Союзу. Могло бы быть, но, видите, к сожалению, разрушили. Ирина Адамова, Олег, спасибо за новогодний стрим, интересный, насыщенный батл. Еще раз всех с наступающим Новым Годом, счастья всем. Ира, спасибо тебе большое, что приходила, что смотрела, что оценивала сегодня наших конкурсантов. Сегодня еще будет у нас поэтическая страничка в конце стрима, не расходитесь, пожалуйста. А вот НАТО пишет, а я вообще не кушаю майонез. Ну, понятно. Да, Ольга, 125, спасибо большое. Эльмира пишет, а мы майонез домашний делаем. Ну, здорово. Татьяна Сахалин, новогоднего настроения, хорошей погоды вам, друзья. Таня, спасибо тебе тоже на Сахалине, дай бог всего. Ты у нас первая будешь встречать Новый Год. Да, будет возможность, пожалуйста, тост за канал Мысли об истории. Провозгласи, пожалуйста, за наших подписчиков, за наших зрителей. Итак, друзья, давайте. У нас сейчас поэтическая страничка нашего канала. Мне бы хотелось, чтобы сегодня прозвучало стихотворение Ирины Адамовой, нашей подписчицы. Стихотворение называется «Зима». Ну, правильно, какое же еще стихотворение? Конечно, зима. Новый Год, зима. И стихотворение тоже будет называться «Зима». Вот его Ирина Адамова написала. Давайте его послушаем. Сейчас я его включу. Итак, стихи Ирины Адамовой «Зима». Зима. Как высоко над белым снегом сияет яркая звезда, И, наградив лучистым светом, к утру исчезнет без следа. Окаменевшие просторы спят мертвым сном под толщей льда. Весна наступит лишь нескоро, Ну, а пока царит зима. В полях танцуют вновь метели, За пеленой не видно дом. Они нарочно захотели Выть ночь за ночью, день за дню. Все реки дремлют под покровом Замерзших своих пресных вод. Что станет с ними, Когда снова На трон весна опять взойдет? Вот такое стихотворение прозвучало. Ира, спасибо. Как говорится, зима у нас. И ты очень четко все описала. Нашла слова интересные. Спасибо тебе большое. Прекрасное стихотворение. Оно пополнит копилку нашего канала. Будет размещено во вкладке «Сообщество». И наши подписчики смогут зайти в эту вкладочку И прочитать, как говорится, глазами это стихотворение. То есть, перечитать его, понять что-то для себя. Я его размещу обязательно. Мы тоже вместе со всеми остальными. Через какое-то время, через день-два сможете прочитать. Может завтра размещу даже. Спасибо большое нашей поэтессе Ирине Адамовой. Конечно, Ира, желаю тебе восстановления. Кто не знает, Ирина после ковида не может восстановиться, очень болеет. Сейчас проходит лечение и назначили 6 месяцев антибиотиков. Лечится человек. Желаю тебе, Ира, выздороветь в 2023-м. Я верю, что всё-таки ты свой недуг победишь. Вернёшься к нормальной жизни. Я знаю, что тебе тяжело по лестнице подниматься, на улицу выходить. Двигаться тебе тяжело, ты не можешь. Но в любом случае, я надеюсь, что всё-таки лечение поможет. Давайте будем на это надеяться. Пожелаем нашей поэтессе здоровья. Самое главное здоровья. Ей, понимаете, ей как никому нужно здоровье. Поэтому переживаю за неё, болею за неё. Хочу, чтобы всё-таки человек встал на ноги и нормально дальше двигался и вернулся в полноценной жизни. Пока она болеет, к сожалению. Вот болеет человек, а пишет такие прекрасные стихи, понимаете. Такая талантливая поэтесса Ирина Адамова из города Муром, Владимирской области, и подписчиков нашего канала. Как сказка Ирины Девяткина. Действительно, прекрасное стихотворение. Эльмира пишет. Олег, все присутствующие, поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть всё будет отлично, даже лучше. Олег, процветание вашему каналу. Эльмира, спасибо большое. Спасибо от души. Вас тоже всех с Новым годом, конечно же. Спасибо за пожелания. Надеюсь, что процветание будет, Эльмира. Да, Ольга 125 пишет. Наши поэтесси все цветы, действительно. Понимаете, Ольга 125, если все эти цветы могли бы излечить Ирину, я был бы рад. Потому что человек очень страдает. Она только начала выходить, спускаться в подъезд на улицу, понимаете, то она подняться не могла, задыхалась. Только-только начала. То есть тяжело человеку. Вот вы представите, да, мы посуду моем у крана, а вот она даже тарелку не могла помыть. То есть начинала мыть тарелку, и всё, силы покидали человека. Вот представьте, насколько тяжело ей. Она же ещё стихи пишет. Талантливший человек. Болеет, страдает, но пишет прекрасные стихи. Сегодня вы услышали одно из этих стихотворений на нашей поэтической страничке в конце стрима. Вот ей нужно здоровье, как никому. Просто желаю, чтобы Ирина Адамова обязательно выздоровела. Виктория Чайка. Олег, спасибо за стрим. Бесподобно всем счастья и здоровья. Вика, тебе спасибо. Спасибо за добрые слова. Ну, я коротко говорю в 2023 году. Понятно, что это 2023, как говорится. Да, Ирина Адамова, спасибо. Спасибо тебе за прекрасные стихотворения. Ирина Девяткина придумала интересный способ. Друзья, читаю. А клёво встретить Новый год во Владике, а потом в самолёт, в Москву и там тоже встретить. Неплохо, неплохо придумано. То есть, Ирина Девяткина, грубо говоря, вы придумали как на машине времени. То есть, там встретила Новый год, билет на самолёт в Москву, и там Новый год. Получается, машина времени. То есть, вы как бы в будущее полетели. То есть, Новый год ещё там будет, а вы туда уже летите. Нормально. Пересекая часовые пояса, вы попадаете в будущее. Кто говорил, что машины времени нет? Вот только что Ирина Девяткина вам продемонстрировала. Какие у нас люди всё-таки на канале остроумные? Я не перестаю как бы удивляться и радоваться этому. Таланты просто, таланты. Талантища, я бы сказал. Татьяна Тоди, Олег, спасибо за стрим. Скрасили моё одиночество в дороге. Всем счастья, здоровья с наступающим. Таня, понял тебя? Ну, дай Бог тебе лёгкой дороги, здоровья тебе, конечно же. Ну, и встретить Новый год завтра обязательно. Поднять бокал шампанского – святое дело. Милый майструк, всем выпить на Новый год только на донышке. Ну, естественно, мы же как бы не напиваемся. Трезвый образ жизни обязательно. Лена, Олег, спасибо за стрим с наступающим. Спасибо за добрую атмосферу, атмосферу радости. Лена, спасибо тебе большое. Спасибо за твои слова. Если ты считаешь, что у нас атмосфера радости, спасибо за твою оценку такую. Вот Татьяна Сахалин пишет, Ирина Девяткина. Один уже летает лет 40, правда, в Питер. Это я про иронию судьбы. Да, Татьяна Сахалин, очень интересное замечание. Когда вместо Павлика в Питер улетел Женя Лукашин. Они напились и почему-то решили. Раз у него невеста Надя в Ленинграде. А куда он летит? Точно, он летит к ней. А для чего Женя туда летит? Да он на ней жениться хочет, на свадьбу летит. Все, давай его в самолет. А Павлик рядом пьянющий спит. Вместо него Лукашина засунули. Ну, все вы помните. Логика удивительная. Раз у Жени... Вот вспомните, да, как они пьяные рассуждали. Так, я никогда не пьяни, Бурков говорит. Раз у него Надя в Ленинграде невеста, значит, он туда к ней летит. А зачем он летит? Потому что хочет жениться, значит, будет свадьба. Все, мы ему поможем. И помогли. Третья улица строителей. Так, Евгений Якин, я люблю солянку. Всем здоровья, счастья. Спасибо, да, солянка тоже вещь неплохая. Согласен. Да, Елена Девяткина, это Бурков решил, потому что он сказал, я никогда не пьяни, у меня, говорит, все под контролем. Ну, логика удивительная у пьяных людей. У Пелисси сидят, момент интереснейший, сидит, рассуждает. Так, раз у него невеста там, значит, он летит в Ленинград. А второе, а почему он летит? Зачем летит? Так потому что на ней жениться хочет. Начат на свадьбу, все. Логика невероятная. И засунули в самолет Лукашина, бедного, пьяного. Ну, а дальше все знают эту историю. Вся страна на Новый год ее смотрит. И завтра будет смотреть, я так думаю. Так что завтра все дружно смотрим, как Женя Лукашин летит в Ленинград к своей невесте. Эльмира пишет, до Москвы за три часа к нам в Бишкек и тоже встретить Новый год по-киргызски с пловом и баурсаком. Но Эльмира здорово. По-киргызски Новый год мы еще не встречали точно. Интересно. Так, кулинарный поединок не объявляли, но все равно пошло опять про еду. Все, все сошло опять. Все остановилось на еде. Понятно. Вот Людмила Маструк написала, на утро окрошка пойдет на ура. Людмила Маструк, удивительно угадали, я очень люблю окрошку. Вот, кстати, друзья, про окрошку я уже как-то рассказывал, наверное, вам. Давайте в конце, как говорится, на закусочку. В 2022 году все знают удивительно английский язык, то есть там интересные обороты причастные, все вы знаете, да? То есть интересные довольно-таки. И, например, задали такой вопрос, а как будет окрошка по-английски? Ну, все так задумывались, задумывались, окрошка по-английски. А оказалось, окрошка по-английски звучит очень просто. Внимательно слушайте. Окрошка по-английски будет звучать «О-Бэби». О-Бэби. Окрошка. На английский язык «О-Бэби». Эмира, пойдем прямым путем. Пойдем вместе из иронии. Да, пойдем прямым путем. Бурков там, конечно, отжигал. Георгий Бурков, невероятный артист. Да, друзья, давайте будем заканчивать. В остатке оливье налейте квас, минералки, усю. Ну, как бы да, согласен с вами. Когда нарезают салат и тазиками готовят, как говорится, ингредиент оливье практически та же самая окрошка. Похоже, да, в чем-то. Нина, у меня традиция на Новый год делать селедку под шубой. Но это не только у вас, Нина, традиция. Это во многих семьях. И у нас всегда селедку под шубой делали. И мама у меня селедку под шубой делала. Так, у нас плов подают шакарапа, бета-салат из помидор с лучком. Понятно. Здорово, здорово. Давайте, друзья, на этом будем заканчивать. Сегодня мы с вами... У нас с вами был пилотный проект на канале Мысли об истории. Это был супер батл, новогодний супер батл, битва титанов. Участвовали Эльмира Валиева и Наталья Беспалова. Как решили наши подписчики, победила дружба. Поэтому обе подписчицы получат, конечно же, приз. Обязательно. В любом случае приз получат. Какой приз, узнаете чуть позже. Давайте интригу сохраним. Но они заслужили своим творчеством, своим подходом, своим трудом. Как они это сделали, как они к этому подошли. Я считаю, они заслужили свои призы. Вы решили, что победила дружба, значит, обе получат приз. Да, Людмила Майструк, хорошо посидели. Ну, вот такие посиделки новогодние у нас получились. Хотелось мне все-таки проводить Старый Новый Год. Что-то, возможно, что-то получилось, что-то не получилось. Ну, сами знаете, первый блинком. Я первый раз вот такие новогодние батл хотел сделать. Были у меня такие планы. Я задумал такой формат. Но сегодня постарался его предварить в жизнь на экране, как говорится. Что-то получилось, что-то не получилось. Но я считаю, что Эльмира старалась. Наталья Беспалова тоже старалась. Главное, что творчество вышло, понимаете. Я так думаю. Да, отдых перед праздником, Ирина Девяткина. Совершенно верно. Да, заканчиваем. Давайте потихонечку, потихонечку. Будем вливаться, как говорится, в Новый Год, который пройдет завтра. На территории нашей страны и других стран тоже. Итак, друзья, спасибо за лайки. Я смотрю, ну, в принципе, не так много, но не так мало. Ничего страшного. Еще поставите, возможно, кто будет смотреть. Надеюсь, конечно. Пишите ваши комментарии. Как вам сегодняшний супер батл в новогодии понравился? Что добавить, что убавить? Просто пишите ваше мнение. Давайте. Жду ваших отзывов, конечно же. За лайки всем спасибо. Всем спасибо, что сегодня пришли на канал Мысли об истории. Еще раз напоминаю, вы можете помочь нашему каналу своими донатами, пожертвованиями. Данные все закреплены. Они будут под стримом, то же самое. То есть, если будете помогать, буду всем очень признателен, конечно же. Заранее спасибо вам. Ирина Девяткина, я с вами согласен. Песня о дискотеке «Аварии» про Новый год очень шикарная. Она мне очень нравится. Энергичная, на позитиве классная песня. Ну, любимая стука «Абба» – это классика, тоже классная песня, конечно же. Знаменитая шведская четверка, легендарная группа «Абба». Итак, друзья, мы с вами встретимся уже через год, в следующем году, 2023. Спасибо, что этот год были с нашим каналом. Это был канал «Мысли об истории». Для вас в эфире, как всегда, в 2022 году работал Олег. В 2023 году мы с вами встретимся, и для вас вновь будет работать Олег. На сегодня новостей у нас больше нет. Всем спасибо. Желаю всем счастливого Нового года завтра. Пожалуйста, отметьте этот праздник кругу своих родных, близких, любимых. Что всё у вас хорошо было в следующем году. Всем желаю. Главное – здоровье, конечно. Здоровье и счастье. Вот как сегодня одна из подписчиц написала. Главное – здоровье и счастье. И всё. Как говорится, остальное прибудет. Главное, чтобы все родные и близкие были живы и здоровы. Это самое главное счастье на свете. Когда ты знаешь, что твои родные и близкие все живы и здоровы. Большего счастья нет. Ну и по традиции нашего канала, сегодня я вам скажу напоследок в 2022 году, скажу эту фразу, я всегда говорю её в конце стрима, все вы знаете. Эта фраза звучит так. Всё ещё только начинается, друзья. До новых встреч. Берегите себя. И дай вам Бог в 2023 новом году. Спасибо большое, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok